Дороги в Барнауле Дорожников в работе мы застали и сегодня по направлению в поселок Черницк. Водители, которых мы встретили, по пути отмечают, что местные дороги все еще сложно назвать дорогами. Это скорее направление, а уж после зимы тем более. В Черницке дорог вообще нет. До конечной остановки дорог нет. Вроде город Барнаул. Ни дорог, ни фонарей, ничего. Дети в школу идут зимой с фонариком. И в школу с фонариками. После весны не лучше, хуже. Ямы. Прямо вот на Зминогорском, перед телецентром, с правой стороны такая яма, что ни одна легковая машина не может между колесами ее пропустить. Между тем, все чаще в адрес барнаульских дорог водители стали высказываться, не используя ни цензурную брань, как это было, скажем, еще лет пять назад. Стали дороги лучше у нас? Конечно, сейчас лучше, даже приятно ездить. Конечно, стали. Видите же, делают. Очень приятно. Несмотря на коронавирус. Не, ну, дороги, да, стали лучше. То есть, в последнее время, последний год-два, то есть, ну, заметно. После зимы качество сохраняется. То есть, много улиц, на которых асфальт вместе со льдом и снегом не ушел, как это обычно бывает, а как бы остается. Ну, и значительно полотна дороги стали качественными. Более 900 миллионов рублей в рамках федерального проекта потратят на барнаульские дороги и в этом году. Что будут ремонтировать в ближайшие пару месяцев, мэрии нам не озвучили. Говорят, в работе сейчас много объектов. Самые центральные магистральные я сейчас перечислить их, к сожалению, на память не смогу, потому что в текущем ремонте их довольно большое количество. И мы по ним идем. Что может помешать реализации планов, так это погода. В мае обещают дожди, поэтому сейчас дорожники стараются по максимуму использовать солнечные дни. Никита Ермаков, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком.